Барнаул – поселок Восточный. Именно в спальных районах, на стенах и заборах, то и дело встречаются такие зашифрованные надписи. По закону мы не можем вам их показать, но многие наверняка догадались – надписи рекламируют продажу запрещенных наркотических веществ. Уже четыре года руководитель регионального филиала общественной организации «Антидилер» Александр Атрошенко выходит на тропу войны. Его главное оружие – баллончик с краской. Сегодня ему помогают волонтеры, стройотрядовцы, общественные активисты, просто неравнодушные. Но не у всех местных жителей акция вызывает понимание. Вообще-то мы убираем постоянно, все делаем, а вы на стену разрисовали. Александр признается, с поддержкой жителей и управляющих компаний вообще сложно. Люди закрывают порой глаза на сами надписи, но когда их закрашивают, зачастую возмущаются. Я не против. Просто краску надо было маленько другую, ее потом ничем не прокрасить. Такой же зеленый, ну какой-то, я не знаю, черный, ядовитый, ее потом вообще ничем не закрасить. Но Александр спокоен. Дело правое. К тому же акция проходит при поддержке и содобрении полиции. Между тем, отмечает он, справиться с рекламой наркосайтов можно лишь сообща. Горожане должны понимать, что такая реклама опасна прежде всего для их детей. И реагировать незамедлительно. Если у них на доме появилась такого рода реклама, они должны обратиться в свою управляющую компанию, чтобы управляющая компания закрасила эту рекламу. Если управляющая компания не закрашивает, то нужно обратиться в управление МВД. В общей сложности 150. Надписи сегодня закрасили активисты в нескольких районах города. Говорят, многие стирают уже по второму-третьему разу. Делеры настойчиво пишут их снова. Активисты призывают горожан активнее бороться с наркорекламой и сообщать о новых надписях через группы «Антидилер» в социальных сетях. Илья Кчетков, Александр Антропов. Наши новости.